Особое мнение на 101FM Самый, наверное, известный проект, если мы говорим про инициативное бюджетирование в Кировской области, это проект по поддержке местных инициатив. И вот, честно вам, Михаил, скажу, я тут пару недель назад, как увидела фотографии Никиты Юрьевича, которого сюда к нам этапировали по второму уголовному делу, так почему-то с грустью вспомнила те времена, когда он был губернатором, и когда про ППМИ очень много говорилось, и этот проект фактически во всех СМИ представлен, и каждый раз мы говорили, как вот это хорошо, как вот это хорошо, а что еще нужно сделать. В последние годы почему-то ощущение такое, что этого проекта вообще нет, хотя он есть, и даже деньги на него выделили. И увеличивается количество денежных средств. Но, наверное, самое главное, это то, что тогда этот проект был новый. То есть тогда он, наверное, свое время опережал, и было, ну, скажем, такое ощущение, когда ты действительно участвуешь в чем-то принципиально другом и по-другому. То есть если большинство проектов, которые государство реализуется, они такие, что называется, реакционные, вот есть какая-то проблема, давайте ее решать. И эти проблемы, как правило, они уже такие, которые очень сильно назрели, и, ну, практически, если не решаешь, то вызывают какое-то социальное серьезное недовольство. То есть здесь был, ну, такой, что ли, достаточно новый подход, когда ты планируешь будущее, то есть и ты в этом будущем участвуешь. Я, по крайней мере, говорю про тебя, потому что я находился внутри команды и, по большому счету, видел то, что происходит и какие мысли поднимаются. Это было достаточно необычно, и, на мой взгляд, и сегодня это было бы необычно, потому что сегодня все-таки мы видим, что по-прежнему большинство государственных программ, большинство подходов к решению тех или иных задач, они, ну, выстраиваются в парадигме исторического, ну, как бы, реагирования, да. Тоже ППМИ, и я могу сказать, что те решения, которые связаны, там, с небольшими дизайн, там, корректировками того, что есть, это, ну, не что иное, как реакция на то, что можно было бы делать еще пять лет назад. Потому что и пять лет назад мы говорили о том, что нужно снижать финансовое, скажем так, некое давление по участию граждан, потому что у нас... Софинансирование, в смысле объемов. Софинансирование, да. Да, при том, что, ну, скажем так, это можно было бы делать и, ну, скажем, разными способами. Ведь у нас софинансирование на уровне, там, 12 процентов плюс-минус, там, да, оно было и в то время, когда минимальный порог не был ограничен, то есть был минимальный порог 1 рубль. Там 1 рубль всем сообществом вкладываетесь и участвует, при этом люди вкладывали на уровне, там, 10-12 процентов. Потом, к сожалению, когда критерии стали все больше ужесточаться, конкуренция стала больше, скажем так, расти, да, то люди видят, что, чтобы победить в проекте, денег становилось меньше, вот, они вынуждены были... Надо больше собрать. Ну, то есть один из тех критериев, на которые они могут повлиять, потому что на многие критерии они, в принципе, повлиять не могут, это как раз вариант финансового участия. И вот за счет этого, так скажем, вклад граждан рос. Незначительно, наверное, если в среднем брать, да, но если брать там города, там где-то, наверное, было побольше, если брать там сельские поселения, там рост был поменьше, но в среднем это все вело к тому, что люди участвовали. И сейчас есть, кстати, ну, изменения, которые я, по крайней мере, слышал, я не видел первоисточник, к сожалению, да, но слышал о том, что минимальный порог будет снижен до одного процента, это очень хорошо. То есть это, по крайней мере... Это на территории региона имеется в виду? Да, в регионе, то есть для людей это знак, это знак того, что все-таки финансовое участие граждан не является приоритетным. Для того, чтобы победить? Ну, да. И получить финансирование на реализацию своего проекта. Нет, для того, чтобы все-таки участвовать. Для того, чтобы победить, нужно очень серьезно, мне кажется, увеличить бюджет. Ну, хотя, в целом, скажем так, видите, в Кировской области, на мой взгляд, непоказательно. В Кировской области сложилась достаточно серьезная культура участия и взаимодействия администрации муниципалитетов и гражданских, скажем так, инициативных групп, которые научились выстраивать свои отношения в сфере ремонта и восстановления социальной инфраструктуры. То есть, детские площадки, дороги, водопроводы, освещение. Теперь уже, наверное, половина, скажем, обращений граждан по жалобам на те или иные проблемы, а может и все там, 90% содержат ответ о том, что вы попробуйте, мы обратитесь, может быть, там все будет решено. А, очень удобно, между прочим, да? Очень удобно. То есть, я, на самом деле, видел такие проекты, которые, ну, там, по ремонту водопроводов, по строительству новых водопроводов в городских округах, по строительству канализации, когда ответ глава администрации или глава города дает о том, что вы попробуйте там. И люди, на самом деле, делают целые проекты, потом эти водопроводы строятся, присоединяются к водоканалу. Вот, это неправильно. То есть, на самом деле, все-таки нужно говорить про экосистему гражданского участия. И, вы знаете, вот у нас был слет, на котором мы впервые, наверное, собрали людей, одновременно участвующих и в инициативном бюджетировании, и в программах по поддержкам ТОС, например, вот из Пермского края у нас была Елена Жданова, и людей, которые участвуют в получении грантов, как президентских, так и на региональном уровне, так и, ну, может быть, там, каких-то корпоративных, там, потанинских, там, и так далее. Вот. И мы увидели, что, по большому счету, необходимо вести такую совместную работу, чтобы эта работа была не, как бы, скажем, не узконаправленной. Ну, например, там, да, то есть, у нас есть грантовая поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций. Их поддерживает, там, Министерство внутренней политики, там, как может поддерживать, скажем так, да, то есть, очень большую роль играет у нас ресурсный центр на базе общества знания. Они поддерживают, скажем, да. Но они поддерживают узко, они поддерживают вот именно по этим грантам, именно по этому конкурсу. Определенную категорию, да? Да. Ну, вот это и все, то есть, да, то есть, при том, что, если поддержка в, там, получении грантов президентских тоже существует, она как на федеральном уровне, так и с помощью семинаров и так далее. И поддержка, ну, по крайней мере, там, в реализации проекта по поддержке местных инициатив раньше была. Сейчас я, честно говоря, не знаю, не слышал очень много информации, упускаю по большому счету, потому что ее просто нету в открытых средствах массовой информации. Но раньше это тоже была определенная поддержка через проведение семинаров, через подсказки того, как, что и лучшее делать. То сейчас ведь люди-то, они одни и те же. То есть, если они активны, если они заботятся о развитии местной жизни, если они заинтересованы в том, чтобы жизнь становилась лучше, веселее, то они участвуют везде. То есть, они и там, и там, и там участвуют. И сегодня, а еще есть федеральные проекты, комфортная городская среда, безопасные, качественные автодороги. Во всех этих проектах требуется участие граждан. Ну, какое-то, да? Где-то деньгами, а где-то подпомнением. Разные. Где-то деньгами, где-то, ну, как минимум, вовлечением, как минимум обсуждением, как минимум временем того, чтобы получить ответ на актуальные запросы граждан. Ведь самое главное для власти, это, ну, в первую очередь, направить денежные средства туда, тем более они ограничены, где они в первую очередь необходимы, по всем направлениям. И когда этот процесс поддержки разорван, когда он организуется разорвано, да, то есть в разное время, в разные сроки, когда он от разных региональных ведомств, от разных министерств спускается на муниципальный уровень, ну, скажем, по-разному, да, то возникает очень-очень много проблем на местном низовом уровне. И я уж ничего не говорю про тех людей, которые от обилия информации, у которых, ну, просто есть определенная защитная реакция. То есть они просто не хотят слышать, видеть и участвовать, и где-то, может быть, даже учиться тому, чтобы делать что-то по-другому. То есть они упрощают свою жизнь вот из обилия этой информации. И они говорят, вы не учите нас жить, мы уже все поняли, что нам, чтобы поучаствовать, там, надо там денег, там, прийти куда-то, там, что-то придумать, там, и так далее. Но вот чтобы в этом проекте, там, получаться, что нам нужно сделать? Раз, два, три. А это уже не те цели, по большому счету, которые стоят у государства. Ведь если взять ППМИ, там, Кировской области, то в его запуске была очень четкая цель сделать так, чтобы активные, неравнодушные граждане получили поддержку. И чтобы эта поддержка показала всем остальным, что не нужно быть патерналистом, как любили там говорить, там, да? И чтобы вот эта активность, активное участие, оно было, ну, скажем так, поддерживаемо. То есть вот борьба с такими ежедневенческими настроениями была в основе проекта. Она до сих пор выдерживается через критерии, через дизайн проекта и так далее. А если взять, ну, некоторые вот последние практики в той же сфере инициативного бюджетирования, да, вовлекающие граждан, они, на мой взгляд, уже далеко отошли от тех первоначальных идей и целей, которые были озвучены президентом. То есть они просто стремятся к учету мнения граждан. То есть вот он есть там, ага, ты там кто-то где-то что-то сказал, мы твое мнение возьмем и приделаем к тому, что мы сами хотим. Ага. Понимаете? Вот я просто разговаривал с участниками последнего конкурса, который производился в городе Кирове, который закончился буквально подавчера. Муниципальный конкурс, да? Небольшой такой. Это инициативные проекты. То есть это первый раз в соответствии с правками, которые были внесены в закон об основах местного самоуправления в Российской Федерации. У нас появился целый раздел инициативные проекты. То есть любой гражданин имеет право выдвинуть свою инициативу по определенным правилам и рассчитывать на то, чтобы она была поддержана. На уровне муниципалитета. На уровне муниципалитета. Это закон, соответственно, были внесены изменения в устав, было разработано постановление на уровне администрации города Кирова. Оно было принято депутатами. И, в принципе, было выделено порядка 900 тысяч рублей. Я могу ошибаться, там плюс-минус 1050-1080. А я сейчас посмотрю сейчас. Вот. Но то, как он был реализован, свидетельствует о том, что это была основная цель этого проекта, вот этого постановления. Она заключается не в вовлечении граждан, а в том, чтобы соблюсти законодательство. В том, чтобы нас наругала прокуратура за то, что у нас нет постановления. Мы это постановление издадим. Даже сделаем его хорошим. Но жалко 900 тысяч отдавать, ну, непонятно кому, непонятно на что. Мы есть, вроде там все основные проблемы решаются. Там бюджет больше, там люди уже знают, как участвовать. А давайте мы этот конкурс просто раздадим в центр местной активности. Тоже хороший подход. Это плохо? Нет, неплохой. Но это уже ничего общего к вовлечению граждан, к созданию равных возможностей по участию в этих проектах не имеет. И, кроме того, видите ли, когда есть цель вовлечения граждан, когда есть цель, ну, скажем, такой открытой работы, то открытость и прозрачность и информирование являются ключевыми, важнейшими элементами. Плюсом к ним добавляется еще общественный контроль. Когда эти элементы по-настоящему работают, то люди видят, что они имеют возможность реально влиять на принятие решений в городе. И от этого у них вот эта инициативность, и созидательность, и конструктив, они появляются. А если никому ни о чем не рассказали, постановления там где-то вывесили, но по большому счету довели их только до центров местной активности, ограничили срок подачи, потому что, ну, как бы, да. Да, и при этом конкурс провели, ну, подгоняя под то, чтобы победителем были исключительно те, кому это нужно вручить, да. Ну, я еще могу... Это мнение такое, или вы знаете точно? Ну, это то, что я говорю, это факты. То есть это, по крайней мере, ограниченное время, отсутствие информирования. Но я сейчас скажу, до момента публикации результатов этого конкурса я о нем не знала. Это вы не знали. Человек, который каждый день работает в медиа-среде, скажем так, да. То есть маленькая какая-то организация с большой долей вероятности вообще ничего про него не слышала. Я, честно говоря, даже, ну, старался не погружаться, потому что, ну, просто в силу своей роли в сообществе, да, ко мне обращаются люди, и они мне рассказывают о том, что там происходит. Я, конечно, могу предположить, что там есть еще элемент выборных технологий, которые присутствуют, но я только предположить могу, и я, потому что достоверно об этом не знаю. Но, по крайней мере, раздать по 50 тысяч там на проекты в центры местной активности, вот как они будут проходить, если они будут проходить в августе, условно говоря, да, люди же все это увидят. Это ничего общего не имеют с теми целями инициативного бюджетирования, которые, ну, изначально появлялись и, скажем так, развиваются во многих регионах. Главная цель – это доверие к власти. Если подхода с открытостью, с информированностью, с равными возможностями нет, то доверия тоже мы… Не дождемся. Не дождемся, конечно. Ну, и, соответственно, а экосистема, она призвана, по большому счету, вот это доверие формировать с разных сторон. Сегодня меняется мир, он очень сильно меняется. И, на мой взгляд, доверие – это самая ценная валюта, которая существует. И инициативное бюджетирование – один из очень немногих механизмов, которые реально позволяют это сделать. И я, ну, сейчас вот, наверное, говорю для того, чтобы меня услышали, в том числе и в правительстве Кировской области, потому что мы, когда слет проводили, у нас были представители практически всех ведущих министерств, которые так или иначе могут потенциально использовать механизмы инициативного бюджетирования в своей деятельности. Слёт альянса консультантов инициативного бюджетирования. Да, то есть слёт консультантов, который альянсом был реализован, причём совместно с научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации. И на самом деле на нём говорилось о том, что механизм, он ведь не просто ППМИ. У нас, наверное, проблема в том, что, когда мы говорим про инициативное бюджетирование, все, включая там даже Министерство финансов, в первую очередь, мы вспоминаем, это ППМИ. Ну, потому что яркий был проект. Ну, в вторую очередь, это народный бюджет. Ну, народный бюджет, кажется, на фоне ППМИ очень, скажем так, незаметным, мне кажется, потому что там очень мало проектов же реализуется. У него другие цели. Десять, по-моему, проектов. Он на самом деле не хуже. То есть сейчас, может быть, будет там порядка 30 проектов. Я слышал, что тоже планируется увеличение, может, 15 проектов. Но там другие цели. Народный бюджет – это Минфин. Там цель другая. Там цель – научить. Там цель – провести такой качественный ликбез по тому, как должен работать муниципалитет. Какие есть подводные камни для реализации проектов муниципалитетов. Это очень важный проект. То есть для небольших городов это крайне важный проект, потому что там создается большая прослойка людей, не в муниципальной власти, которые понимают… Начинают разбираться, да? Начинают разбираться в полномочиях, в том, что можно, что нельзя, какие права на землю, как влияют на те или иные проекты, да, какие сложности с муниципальным заказом существуют, как сделать оригинальный проект. И я должен сказать, что у нас вот это вроде бы есть. А вот проектов, связанных с тем, чтобы была цель качественных архитектурных решений, причем качественных, и эстетические, и практические, и пользовательские, да, и с точки зрения туристической привлекательности, например. Это ведь требует совершенно других подходов, потому что там нужно больше людей, связанных с урбанистиком, с тем, как живет город, с архитекторами больше нужно работать. Больше нужно работать с замыслом, при том, что и другие аспекты не нужно забывать. Как работать с молодежью? Ну, в том понимании, в котором видит эта власть. А ведь если взять вопрос вовлечения молодежи и посмотреть в их позиции, да, а зачем мне вообще нужно работать с городом, с администрацией, зачем мне нужно вовлекаться в эту общественную жизнь? То очень много, какая это молодежь, то есть тоже разделить ее, потому что там 14-летний подросток сильно отличается от 27-летнего человека, ставшего папой. С ипотекой. Ну, с ипотекой, ставшего папой там, да, то есть, а и то, и другое у нас молодежь вроде как. И вот понимание этих вопросов и понимание этой задачи, а это государственная задача. Это задачи, которые непосредственно влияют на наш завтрашний день. И то, что механизм вовлечения через инициативное бюджетирование может помочь в решении этих государственных задач, это несомненно. Вопрос в том, что кто поставит эти цели и задачи, и как это будет реализовано. Потому что можно выделить денег и не поработать над целями и задачами, и не сопровождать эти проекты. И тогда мы получим основной, как бы очередной распил бюджетных средств. Ну, я так по-простому скажу, там, да, ну, освоение бюджетных средств. И красиво отчетно. Что-то будет сделано, но люди в этом будут мало принимать участие. Ну, то есть, их вроде как соберут для формальности, скажут, ребят, вот есть такой проект, давайте проголосуем, да. И скажут, ура, все, делайте. И будут, кстати, мотивировать вот тем, о чем вы сказали. Хоть так. Вот, понимаете? Ведь у нас и такого не было. Давайте вот хоть так вот начнем, хотя бы вот так вот будет. Это хуже, чем ничего не делать. Давайте начнем с малого, да. Это хуже, чем ничего не делать. Вот во многих регионах, я должен сказать, вот, инициативное бюджетирование запускало примерно так же. Вот у нас не было, да, давайте вот хоть так начнем. И вот у них пять лет вот хоть так и происходит. Все от него, ну, скажем, не в восторге, все, включая правительство, которое деньги выделяется, включая муниципалитеты, которые не знают, как людей вовлечь. А у всех есть определенное требование к отчетности. Вот выделено 200 миллионов рублей, вот должны быть проекты, они должны быть яркие, красивые, люди должны быть довольны. А не получается, потому что начали реализовывать, вот хоть как-то бы начать, вот хоть что-то бы сделать. Не с того бока подошли. Михаил, если я верно понимаю, если мы говорим про выстраивание вот этой вот экосистемы гражданского участия, что должно быть? То есть должен быть, я не знаю, какой-то календарь, сетка, какое-то, не знаю, место и люди, к которым можно прийти, которые скажут, вот, не знаю, там в августе вот такое есть, в сентябре вот туда можно подавать заявки, в декабре вот туда, а в апреле туда. И вот эти все конкурсы, которые есть на уровне там каждого муниципалитета, они просто должны быть выстроены в хронологическом порядке, и люди должны понимать, в чем они могут участвовать, кроме ППМИ, или нет? Ну, я говорю, в общем-то, про государственную задачу. То есть, первое, нужно понять, что это есть государственная задача. Нужна она, не нужна. Если она нужна, то, как минимум, должна быть координация между всеми участниками этого процесса. Мы еще три года назад предлагали тогда еще, Александр Анатольевич Чурин не был представителем правительства, но мы предлагали тогда, письмо писали о том, что давайте создадим некий рабочий орган, некий координационный совет, который бы позволил выстроить разным министерствам работу с муниципалами по реализации тех проектов, которые есть, которые просто существуют. Тот же ППМИ, народный бюджет, комфортная городская среда, безопасная, качественная дорога, еще множество тех возможностей. Маленьких, да, каких-то конкурсов. Да, то есть, причем координировать их таким образом, чтобы не было каких-то пересечений, не было непонимания у людей, были более-менее равные правила и возможности. И это бы создавало очень здоровую систему и конкуренцию, как на муниципальном уровне, так и на уровне непосредственно там инициаторов. Ну, как поработал, тот так, собственно говоря, и получил. И было бы больше справедливости и честности в тех подходах, которые связаны с расходованием бюджетных средств, а у нас их и так немного. Вот, я считаю, что первое, это как бы какое-то решение государственной важности, да, где-то оно должно быть, наверное, зафиксировано, прописано. То есть, мы сейчас дошли, ну, вот я считаю, что компромисс связан с тем, что мы сейчас год в год все финансируем. У нас есть строчка в бюджете, она есть на три года, расписана, как бы, да. Это большое достижение, потому что, ну, меньше стало вопросов, будет или не будет проект в следующем году. Ну, пусть закон не приняли, да, но таким образом это порешали. Так вот, второй шаг должен заключаться в том, как это комплексно развивать, как работать с молодежью, как работать со школьниками, как использовать этот механизм для людей с ограниченными возможностями. Сейчас вот шоу, у нас кубы стоят, в том числе по системе здравоохранения и по демографии. Да, и там есть такая интересная фраза о том, что там 9 наших муниципальных районов работают в рамках реализации национального проекта по здравоохранению, в рамках общественного здоровья, по-моему, там, да. Так вот, кто не знает, существует уже такой термин общественное здравоохранение. Ну, например, там, да, вот йога, скандинавская ходьба, они ведь не находят ни в какой системе здравоохранения, да, а достаточно важное общественное движение. Создание инфраструктуры для них, создание событийных мероприятий для них является очень важным с точки зрения в целом здравоохранения в Российской Федерации. Я могу перечислять их очень много. Это вот самый новый тренд, который существует вообще в Российской Федерации. И там тоже, может быть, и механизм инициативного бюджетирования использован. Потому что он будет поддерживать тех людей, которые не за страх, а за совесть этим занимаются. Вот, как бы, очень многообразие на этот мир. В общем, не структурировано ничего, вы про это говорите. И нет людей, которые могли бы условно выступать, ну, не знаю, там, каким-то... Людей. Каким-то... У нас есть много людей. Органом-экспертным, скажем так. У нас очень много людей. У нас хорошие эксперты, отличные эксперты. Нет, они не объединены просто. Ну, то есть, ну, есть, извините, Михаил, частные консультации, да, когда позвонил кому-то из знакомых, кто в этом разбирается, проконсультировался и потом куда-то со своими бумагами пошел. Но нет выстроенной системы, когда приходит, например, какая-то инициативная группа либо какая-то организация куда-то в конкретное место и говорит, слушайте, вот есть такой проект, мы хотим его реализовать. Подскажите нам, какие могут быть механизмы. И им говорят, вы можете попробовать вот этот муниципальный конкурс, если, значит, вам кажется, что здесь маленькое финансирование, если вот мы говорим про местные инициативы, 50 тысяч рублей, вы можете попробовать на региональный конкурс грантовый, если, значит, у вас тут вот все-все проработано, можете попробовать по ПМИ, а вообще есть еще конкурс президентских грантов и еще что-то. Ну вот этого нет, получается. Да, вы правы, нет такого квалифицированного сопровождения. Вы знаете, я, наверное, скажу такую, может, кармольную, может, не кармольную мысль, но я считаю, что наши государственные руководители считают, что у нас система есть. То есть раз вы общественники, раз вы этим хотите заниматься, у вас есть общественные эксперты, вот вы к ним идите. Пусть они занимаются общественной деятельностью экспертной, а вы будете как общественники заниматься вот этим. Мы вам денег дадим вот на что-то, и вот это должно так работать. Ну, на мой взгляд, это неправильно. В итоге, Михаил, это работает только с теми, кто сам активный, кто уже попробовал, кто уже так знает, где ему денег взять, но не вовлекаются новые люди. Это не работает. Не работает. Почему? Потому что, ну, что такое общественный эксперт? Так. У него что, не должно быть семьи? Он не должен кормить своих детей, что ли? Если он работает, у него, значит, есть работа. Он в своей общественной деятельности может всегда выделить только часть своего времени. И он не может всем помочь. Это не его обязанность, не его специальность. Такая обязанность, специальность есть у чиновников, но они опять не эксперты. Вот в чем проблема. То есть, если мы принимаем о том, что у нас должно быть институциональное обеспечение сопровождения этого процесса, то этот институт нужен создавать. И он должен создаваться государством. И он не должен быть основан на общественном участии. Он все-таки должен в какой-то степени поддерживать тех людей, которые за свою работу получают, в том числе, денежное вознаграждение. И в том числе несут за это ответственность. Ведь если человеку не заплатили за работу, то и с нему требовать-то ничего нельзя. А когда вот кругом, площадь и рядом такие энтузиасты, то и получается, что на выходе мы имеем проекты, которые сначала распиарены везде, то есть пиар, хайп есть и так далее. А через пару дождей эти объекты разваливаются, и потом другой хайп о том, что вы тут общественники, ничего не знаете, не умеете, и строить вам нельзя, ничего доверять. Должно быть это развитие, это системное развитие. В других регионах, я так понимаю, в некоторых регионах это работает. Есть подобные истории. Есть много подходов. Есть подход, например, в самый новый для меня, там, Амурская область, да, там есть центр развития территории. В этом центре развития территории собраны эксперты, у них есть госзадания, у них есть финансирование, они занимаются архитектурным сопровождением проектов, строительным, техническим и так далее. Они занимаются сопровождением работы с гражданами, то есть в том числе инициативным бюджетированием. Они занимаются дизайном и помощью, вот с точки зрения приведения в порядок каких-то элементов. То есть вот у них подход такой. Это центр. Далее есть Ханты-Мансийский автономный округ, да, там есть центр открытый регион. Очень большой центр, который подчиняется департаменту по гражданским отношениям. Я точно не помню, как он называется, да, но как раз вот он по развитию гражданского общества, целый департамент. И там в центре собраны очень-очень разнообразные практики, которые сопровождаются и поддерживаются именно этим центром. Есть портал, есть информирование, есть конкурсы, есть, ну, много всего. В том числе инициативное бюджетирование реализуется через этот центр. Вот. Есть другие регионы там, да, знаю, что там, например, в Красноярском крае, вот Елена Мрачек была у нас в эфире, да, у них в основном это интеллектуальное, образовательное, юридическое сопровождение муниципалитетов. Но оно тоже собрано в определенном институте, который образовательно сопровождает всех. Курирует. Курирует всех, да. Очень много, причем подходы очень разные. Понимаете, как бы и нельзя сказать, что вот такой подход нужно делать так. Нужно поставить цель, разработать подход, потому что для Кировской области тоже есть своеобразная, ну, скажем так, и культурная, и традиционная подходы, которые нужно учитывать. Просто взять чужой опыт и посадить на нашу территорию. И релацировать не получится. Это может и получится, но не так хорошо, как можно. Спасибо. Михаил Шевелев у нас в студии, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Мы убегаем на рекламу, вернемся, немножко продолжим и еще поговорим о развитии. Особое мнение на 101FM Сегодня у нас такое немножко специализированное особое мнение. Мы с Михаилом Шевелевым, руководителем Альянса консультантов инициативного бюджетирования, говорим об экосистеме гражданского участия, о том, почему это важно, какие практики существуют в других регионах, и что может быть в Кировской области. Вообще, вот я почему-то сейчас подумала, что, в принципе, может быть каким-то триггером запуска вот этого некого центра экспертного у нас в регионе мог бы послужить юбилей города. Ну, то есть вот эта история, которая сейчас в сентябре анонсирована и может быть запустится, проект 650 дней до юбилея, с вовлечением разных общественных организаций, общественных инициатив в обсуждение того, какие проекты городу нужны к юбилею, может быть, это бы как-то, не знаю, поспособствовало созданию некого сообщества, а потом на базе этого сообщества некая уже официальная организация, которая могла бы экспертно определять, что нужно, что не нужно. Я согласен. Вполне можно было бы это сделать. И я могу сказать, что, например, один из лучших таких проектных центров – это Ярославский центр. Он был в свое время запущен на базе Ассоциации Совета Муниципальных Образований, но был создан так называемый губернаторский проект. Так. И они как раз запускали этот проект тысячелетию города. И, соответственно, одним из таких механизмов там было выделение средств и вовлечение жителей в то, чтобы жители предлагали проекты для того, чтобы реализовать эти проекты к юбилею. Да. Это вот прямо такой кейс, который уже существует. Бери и делай. Но тут еще очень важная мысль, на мой взгляд. Важно, чтобы появился человек главный. Которому будет не все равно. Который бы взял на себя, скажем так, ответственность за этот юбилей. То есть, по большому счету, мы видели юбилей в Нижнем Новгороде. Отвечал губернатор. Так это логично. Не, вообще, конечно, логично, когда мэр отвечает, но почему-то обычно бы отвечает губернатор. Ну, статус столицы региона, конечно, накладывает отпечатки. Я, насколько знаю, даже есть закон о столице Кировской области. То есть, должен быть действительно подход, когда есть ответственные, есть, соответственно, можно сделать центр, но если он не будет напрямую общаться с губернатором, с лицом, который является лицом этого проекта, то это не даст тех эффектов. Да, мы можем получить очередное, как скажем, неразумную трату энергии жителей, когда мы получим еще набор проектов, которые не реализованы. Можно просто инвентаризировать то, что было. И даже из этого, даже только по одному оврагу засора можно создать целый конкурс. Список несостоявшихся проектов. Да, 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 конкурс несостоявшихся проектов. То, что предлагалось, но не сделали, да. Но при том, что мы с вами говорим проект, да, ведь проект проекту рознь. То есть, если с точки зрения чиновника, то проект это цели, задачи, пошаговое мероприятие, это проектно-сметная документация, это действительно место людей, где они будут вовлечены, что они могут сделать, и так далее. То есть, пока это все проектные идеи. То есть, честно говоря, ни одного проекта я не видел. Ну, такого, да, потому что проект это все-таки, как минимум, проверенная проектно-сметная документация. Я не знаю, либо в виде локальных смертных расчетов, либо это в виде конкретных там проектно-сметной документации и там проведенной госэкпертизой. История с туризмом. Вот то, о чем говорилось вчера, позавчера, по-моему, не помню, вот здесь на днях буквально, да, в соседнем здании, о том, что в 24-м году Кировскую область должен миллион человек посетить. И сразу же там пошли разговоры, где мы будем их селить, и чем мы будем этих людей занимать. Понятно, что, наверное, к юбилею количество гостей вырастет. Сейчас, по-моему, там порядка 300-330 тысяч, вот нам вчера говорили, по данным, за 21 год. Может быть, в этом году даже больше будет, учитывая, что внутренний туризм сейчас на подъеме. Вот история с туристическими проектами, и особенно проектами, которые реализуют общественники, она насколько может выстрелить здесь? А вот, понимаете, как бы, вот, мне кажется, это две разные истории абсолютно. Разные. Почему? Потому что мы ведь, там, миллион литров молока, я помню, да, то есть миллион, там, туристов. Мы как-то любим ставить планы. Программа «Вятский лен» была еще очень давно. Ну, то есть поставить план, это, конечно, хорошо. Ну, то есть это какой-то результат, который, ну, требует определенного достижения, там, да. Да, но, на мой-то взгляд, эти планы, если они, к планированию нужно готовиться. То есть планирование нужно планировать. То есть, чтобы появился миллион туристов в плане, нужно, наверное, что-то проработать, хоть какую-то аналитику собрать, там, исследование провести, и на основе этой аналитики сказать, вот миллион, он будет состоять вот из этого, из этого, из этого. А если это планировать деятельность, то у нас, конечно же, все ребята, которые в общественной деятельности заинтересованы, и, общественно, я имею в виду, в туристической деятельности, да, то есть они, естественно, естественным образом там появятся, потому что это для них крайне важная и крайне реальная возможность. Ведь вот сейчас я смотрел, вот есть гранты, которые выдаются там для строительства кемпингов, для каких-то проектов в сфере туризма. Насколько я знаю, Кировская область с нулем опять вышла в этот федеральный проект, а это реальная возможность была. И, насколько я знаю, вот ребят, которые за свой страх и риск в частном образом реализуют и финансируют свои туристические проекты, которые завтра и будут влиять на вот этот туризм, как раз они вообще в этом никак не участвуют. То есть, может быть, как-то и участвуют, но явно не так, как должны быть. То есть, ведь если есть заинтересованность в этих ребятах, то, соответственно, с ними нужно встречаться. Им не так много надо, то есть им нужен здравый смысл с понятными решениями их проблем, связанными с подключением электроэнергии, с какими-то разрешениями по фасадам, по рекламе, им много того, правда, не надо. Вот когда мы след проводили, у нас приезжали ребята со всей России, из Ижевска, из Уфы, из Москвы, из Красноярска, из Таврополя и так далее. Естественно, мы делали культурную программу. Так получилось, что мы ходили в Краеведческий музей, абсолютно. Мы ходили обязательно в Художественный музей, да. Но чтобы сделать для них программу интересную, мы сами с ними работали, и потом сами работали с представителями этих музеев, пусть и в Министерство культуры, как бы, да, потому что они нам как бы увидели людей, которые могут провести качественную экскурсию. Но, опять же, и люди-то эти нас знают. То есть это практически всё на, как бы, частных договорённостях, да. То есть причём мы там выстраивали целый день маршрутов там по творчеству Чарушина. Да, есть у нас. Причём если поискать в интернете, да, мы опять же выйдем на наших энтузиастов этого дела. То есть которая никакого отношения к финансированию и к работе в этом направлении не имеет. При том, что у нас сейчас выставка идёт в Краеведческом музее. И люди специально приехали, знали об этой выставке, готовились. И, честно говоря, рассказывали нашим сотрудникам больше немножко того, что они знают, потому что они как бы исследовали не только Вятку там, да, и Сарапу, и Сахалин, и там ещё что-то другое. Ну, хотя у нас, должен сказать, что впечатляющая была экскурсия и выставка. Но вы собирали её сами. Да. Это для ограниченного круга гостей. Если мы говорим про миллион туристов, тут общественниками это... Конечно, тут нужно проводить серьёзные исследования, нужно выстраивать программы, нужно... И, кроме того, понимаете, никогда чиновники не сделают это качественно. Вот никогда за бюджетное средство не будет это качественно, потому что там на первом, скажем так, в ранге приоритетов, да, то есть первое место всегда будет составлять отчётность. Деньги выделены, где отчётность? И, соответственно, вот миллион туристов есть, что важно? Чтобы была отчётность по миллиону туристов. Я вас уверяю, если поставить задачу к концу 23-го года обеспечить миллион, отчётность будет на миллион. И все командировочные, и все, кто какое-то отношение к этому имеют. И на два часа в Кирове остановился и поел в кафе, тоже будут зачислены в число этого миллиона, да? Да. Ну, а вот как будут учтены те две тысячи человек, которые уже посетили башню, башню, которая там частным образом восстанавливается в Слобостом, Толи Курбатовом, да? Вот как они там будут учтены? Две тысячи человек, ну, как-то мало в миллионе, да? Давайте-ка мы их просто, ну, будут они, будут, не будут, не будут, и хорошо как бы. По остаточному принципу. Хотя это будет самое, возможно, яркое впечатление, которое люди, которые приедут, которые будут за пределами Кирова рассказывать о том, что можно в Кировской области посмотреть, будет связано с закатом, с восходом, который они увидели с этой башней. Анатолий, кстати, приводил пример у нас в народном мнении на прошлой неделе по объекту, который сделан вот здесь, в Кирове, тоже силами активистов в Томсуэрфест, это арка Вятского Кремля, вот это, да, с видом на Трифонов монастырь. Пришли в Кировеческий музей, там пусто, пришли туда, там толпа народа. Когда был парад... Дырка в стене, самое, говорит... Когда был парад, вот мы с супругой ходили, до этого я ей хотел просто показать это место. Понимаете, вот так когда мы туда шли, вот навстречу трафик был, ну, конечно, меньше, чем парад, но он был немаленький. То есть люди просто вот с парада туда заходили, посмотрите, возвращались обратно. Но это во многом говорит, ведь людям нужны впечатления, это впечатление. Как чиновники могут сделать впечатление, сидя в кабинете? Да никак. В общем, в очередной раз мы с вами, Михаил, завершаем программу на том, что надо все-таки что-то делать в этом направлении, что будет работать системно. А я считаю, что нужно поддержать вот тех ребят молодых, которые в этом направлении что-то делают и... Финансово? Нет, они идут сейчас во власть. То есть кто-то идет во власть. То есть есть молодые ребята, да, они неопытные. Ну, я должен признать это как бы, да. Многое, что они знают, да. Но вот посмотреть вот сквозь призму этого, дать им возможность, они еще не испорчены. Больше ресурсов получить для реализации каких-то идей своих. А? Больше ресурсов получить дать им возможность. Ну, да, то есть больше внимания, больше ресурсов, больше возможностей, потому что, ну, тут... Да, наверное, все-таки выборы это единственная такая вот реальная возможность, которая позволит. Потому что мы с кем не общались, а без этого, без участия людей во власти, изменить что-то не получится. Не успеваем мы, Михаил, с вами про выборы поговорить. Но мы про выборы будем говорить еще много раз до начала непосредственных голосований. Спасибо большое Михаилу Шевелеву, советнику по экономике Вятской торгово-промышленной палаты, руководителю Альянса консультантов инициативного бюджетирования. И мы программу «Особое мнение» на этом завершаем. До свидания. Особое мнение на 101FM